всех приветствую джаном т.с. 1206 привезли но тут что-то с машиной мне не нравится кое-что сейчас я вам покажу как бы там что-то серьезное не было дай бог если я ошибаюсь но во первых вот этот люфтина не знаю прямо люфтина ну видите какой и вот еще что не совсем не нравится вот я держу крутится но это хорошо если открутилась вот она опять а если шестерни слезала не знаю могло крутится просто но что ж вскрытие покажет разбираем ну чтож мои мрачные прогнозы сбываются вот разбито все ну как тут сталь игловодитель здесь силумин тут но бюджетная машина не втулка тут она чисто работала в рамке вот она и доработалась вот что значит не смазывать машину никогда причем эту машину я где-то лет 15 назад в этом я не понял покупка двенадцатый год что ли может лет 10 назад это мой приятель привез вот я как-то давно давно после покупки что ли я что-то тут смотрел но я смазала и все больше никто тут нет не разбирал и но вот от одного борта до второго борта тут о каком шитье может идти речь ну два миллиметра люфт это раз сейчас я разберу будет два наверно там ну там возможно нет но вот это уже все тут в туалете не в туалете но я таким не занимаюсь у меня нету станков токарных короче рамку эту менять целиком да где и взять ладно дальше пошли до машине 15 лет сейчас разбирал выпало что-то пластмассовая я подозреваю как бы тут шестерни не рассыпались 15 лет ну при покупке я помню что-то я тут их делал ну ты о можешь просто и все это значит 15 лет уже прошло смотри как время летит я помню давно давно а выяснилось что от 0 10 года машинка на 14 лет так сейчас посмотрим что там внутри но вот этого люфта уже хватит чтоб на машине поставить крест и они виду люфт игловодителя хозяину позвонил скинул ему видео он уже готов новую покупать нам же надо разобрать или всю с таким лифтом она конечно шить не будет поле уж я начал надо все вскрытие болячки ну 15 лет без того это очень хорошо на поработала машина первый раз разбирается идет тяжело защелочки поэтому сейчас победим защелочки джаном славится защелочками совсем забыл вот здесь секретный винт опа так ну вот видите ну тоже секретный винт надо знать его о друг вот раз можно ослабить просто раз да и все он один так здесь у нас здесь у нас надо опять из ловчатся вот этот рычаг не пропиленный ну это ерунда так еще сейчас снимется вот здесь вот этот рычаг вот так предвидительно его поднять рычаг и все и слетает так самое главное что меня больше всего тревожило так ну что я вам скажу тут все целая шестерни то все суду все ясно вот нашлось место для кусочка пластмассы которая выпала сейчас я вам покажу ну короче в машинке все конец это однозначно даже тут даже вот это если вот это сделается то точно не не сделается сейчас сейчас я найду кусочек этого пластика и вам покажу как мы видим вот здесь эксцентрик здесь штифт вот он сейчас поближе сделаю видно нет но дело в том вот он штифт вот он штифт на валу он видите он должен здесь быть наглухо но он не наглухо потому что опять потерял только нашел этот пластмасску отколотую где-то здесь на столе вот оба кусочка вот он пластик пластик вот отсюда в нем фиксируется вот этот штифт он увидите сейчас как ходит градусов двадцать наверно пять ну все короче машине конец где вот брать такую запчасть это вот это менять здесь по идее рамку нет если запчасти были это все делается хотя тут не так все просто ну можно сделать снимаешь вал туда нелегко снимаются меняешь рамку меняешь вот эту пластиковую до этой сцентрик и все казалось бы но где вот это все брать и стоит ли овчинка выделки эта машина бюджетная на свое время она стоила тысячи четыре пять не более это самая простецкая ну 6 она стоила надо спросить за сколько брали для интереса порядок цен вот так ну это я не знаю почему так случилось с пластмассой не знаю что там как а это только из-за отсутствия смазки выработка но тоже вот видите как тут хороших то машинках тут ходят либо в рамки в такой которая лет за триста может износится но не так вот во всяком случае ну а здесь таково тут легкосплав какой-то силумин там или люминий ну он тут даже не вооруженным взглядом видно износа эллипс тут наличие отсутствие смазки и только лишь ну все машина свое отслужила тут от нее только электропривод кстати хороший электропривод еще старая угольная педаль такая массивная на старых джаномах ставились на этом машина с нулевых все на этом вот показал вам что происходит с машинами ну а пластик я не знаю почему он так случилось пластик из пластик это не металл всем пока до свидания